так я помню там я в разель заикнулся конце мира да да и мы начали рассуждать на тему того что время конечно и что один какой-то условный маг времени его в общем подрезал неизвестно с какой целью неизвестно где неизвестно как но у нас на все про все осталось два месяца и что без помощи него как правителя без помощи его как как бы дворянина нам эту ситуацию не порешать то точно был я не помню это был я вас понимаю что конкретно требуется я уже давно завязал с магическими искусствами и серьезных экспериментов или исследований не проводил уже по меньшей мере два десятка лет так а ну-ка блять это самое мне оказывается зарплата сегодня пришла папа волки хуя себе вернее аванс выкладывай говорит спокойно размеренно так сейчас напомни мне кто акверия кто из вас помнит девушка вампир она вышла из помещения или она все она играет на пианино все еще играть растянет у нас спаси все еще играть на пианино пишет их и хоть что-то блять помнишь она продолжает аккуратными движениями перебирать клавиши создавая приятную мелодию с вашей стороны нам нужна честность и поддержка если вы говорите что не проводили экспериментов значит так тому и быть но возможно все таки вы знаете влиятельных людей и магов этого города том числе насколько мне известно архимагу этот парень еще юн но его знания уже могут даже в какой-то мере поражать очень смешливый вы можете устроить нам встречу да не засуну могу если требуется если вас не затруднит и еще напомните мне пожалуйста вампирша на какому какой линии принадлежал нам ведь это известно или нет смысл истории я же и так чувствую а тип надо вспомнить просто знаешь что это вампир окей ну давай стоит стоит история или расследование история или расследование ой у меня же интеллект на садим каких-то конкретных черт учита что нам помню так вам сейчас спиной ты не замечаешь довольно богато я не уверяю что вампир нет а ты точно что вампир но судя по внешнему виду точно не киртолик и точно не стрелкой как бы я знаю что вампир шата еще но когда мы придем позже так вот так же нам известно что в городе есть некий вампир а то есть не вампирша что возможно причастны к этому и если вас не затруднит нам бы было интересно где она берет кровь с этим лучше обратиться ко мне виде как она разворачивается пианино не перестает играть когда ходит кто вам нужен она подходит к камину немного опираясь на него его глаза слегка желтоватого цвета такого золотисто-желтого в них проблескивает это начинается сверкать огонь создавая сверхъестественное сияние немного завораживающее поглядывать на тебя разве немножко улыбаясь немного скептически будто бы знаешь так что ж кстати я хотел бы приглядеться у нее есть и не помню ли уже спрашивал блять кольцо у меня на пальце есть пою его видно она держит просто в руку на каменей на правой руке объединяется кольцо на указательном пальце я смотрю на разделе смотрят на фул понимать что вы забыли имя вампира да она не представлялась нет 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 я говорю вампира которого искать об тирашире вампирша по имени натала которая закупила я помню не знаем я поскольку я разбираюсь я предоставляю слово разелю который на них охотится и живет как вампир то она остановилась что ее заметили в храме луары да это мы тоже знаем такая музыка играет секунды то у меня это у меня играет не у вас не просто тима в ютубе включил а у вас нет то что музыкант и бой натала натала я конечно по имену всех не знаю но где она скорее всего берет кровь думаю вам подскажу будем благодарна площади есть человек довольно старый уже на вид не знаю сколько ему но за 6 десяток перевалило это точно охотник не знаю как люди в таком возрасте способны заниматься активной деятельностью но улов у него всегда хороший находятся в основном на олени и кабанов и с разрешение господина указывает на высоте кивает немного до голосе мисту и гильдии мертвой руки он продает здесь кровь для вампиров а можете еще поискать немного другом месте на крайне на крайне старом городе а у вас не найдется есть свои люди у вас не найдется перечень от всех вампиров которые языковали нет чего они вообще ввести они приходят и уходят но вдруг тут есть нелегал андрей нет я понимаю что типа охотник тут же нет типа еще конкретного гражданства ну нелегалы легальность чел легальность и нелега нелегалит подозревает что вне закона то есть нежить вне закона в городе которая которая не имеет уже был их бы не учитывали просто или выгнали бы или боже убили нет конечно не подсчитывает ну так мне нужно иметь на руках белый список чтобы если я встречу я могу спросить блять имя фамилия блять паспортные данные покажи опять же типа но этих списков нигде потому что блять вампиров может быть один а может быть их 100 в городе то есть они могут приехать в один день уехать в следующий или остаться тут жить навсегда опять же это надо ведь нет таких списков нет ну блять если она тут типа такая представляет во многом вампиров то она должна знать всех головнах тут есть она просто это она просто и блять он ее ёбрь просто не представляет просто типа так как она вампир типа такая черт с вампиром да это более-менее моя тема да да я знаю лучше с миском с миском то да ладно что эти вопросы мы уладили но что насчет торговой лицензии поймите шибушит кто ты хуйой пакетами торговая лицензия это лишь инструмент благодаря нему я могу попасть нужные места найти нужных людей и приобрести нужные мне товары я не собираюсь поддаваться своим слабостям в полной их мере но понимаю что без них наша операция будет под срывом могу кинуть обман или убеждения скорее убеждения дискорд умирает здесь и вы я ему сказал что это лицензия это лицензия нужна мне чтобы найти нужных людей купить у них нужные вещи и продолжить нашу миссию я не собираюсь поддаваться своим торговым алчным корыстным целям полной мере сейчас я понимаю что это важнее но без этого увы никак могу кинуть убеждение хуёво разель хочет сейчас подождем там фу говорит это то разель такой угрывает стоит разговор говорит это нужно исключительно ради нашей безопасности госпожа и ваш в том числе сами понимаете спасение мира нелегкое задание вы же не да ну ты пропал выра сказал да я болел я понял сейчас андрей мы разговариваем с главой семьи галард мы не с его жены базарим ну да а что ты сказал госпожа да и обращаешься в женском роде а бля блять но вы жены слова короче да этому хую я это другой человек все и мы поговорим позже Да, все, все понятно. Джошуа, хрюха, блядь. Господин, да, э. Хорошо. Я помогу тебе, Фу. На ее оформление будет немного времени, но завтра ты ее получишь. Хорошо. Благодарю вас. Постараюсь оправдать ваше доверие. Всеми доступными методами. Слушай, Фу медленно поднимается. Гозель тоже. Идем вы уходите, собственно, большая цель с ложним. Леона, напиши им письмо от моего имени, чтобы те встретились с Архимагом. Ну, здесь сделано. Она, выходит и, собственно, просто рукой вам показывает. Следите за мной. Что ж, когда мы отходим, пока мы идем, Розель говорит на ушко, Фу, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я не собираюсь ебать его жену. Это слишком опасно. Я не понимаю, что это должно было значить, правда. Типа, что делать? Он просто попросил торговую лицензию. Кто что делает? Что ж, тогда в таком случае... Розельфу помог просто потому, что он как бы... Считал его хорошим чуваком. Наверное, он знает, что надо. Да. Хорошо. В таком случае. Шойка. Зачем она? Вот видишь руну? Ты ее никогда не получишь. Собавался ее сделать? Что? Причем тут руна? Да просто руна вывелась на экран. Неважно. А, лол. Я случайно просто вытянул ее. Извините. Забейте. Закройте. Я просто... Дрогу вас не балуюсь. Так вот. Ой, блядь. Вы послете за ним в кабинет, где она довольно быстро пишет вам на новом пергаменте. Письмо. Затем ставит печать. Ну, сворачивает его, обворачивает ленту и ставит печать. Передает кому-то из вас. Вот. Голосу. Спасибо. Что ж, кланюсь ей. Ну, полагаю. Пакон. Маленький. Я полагаю... По съемам. Ну, полагаю, вы идете по съемам, да? Ну, отсюда, да. Ладно, спеши. Вы идете, полагаю, как раз-таки. Ну, больше не могу. Ну, типа вот сейчас как раз... Бразель, куда двинем первым делом? Вампир или маги? Давай зайдем к вампирам. Мне... Мне... На исход... На исходе... Я давно не пил кровь. Прости. Ну, сам понимаешь, природа. Я не могу ничего с собой сделать. Ты же не хочешь, чтобы он сошел с ума? Ну и какой ты сойдешь с ума? Ты и так безумец. Как и я, как и все здесь. Пробегает мышь в этой морозельку. Ммм, астики. Просто нападает на нее. В этот момент, фу, просто. Ха, мышь, умри! Отряд безумного мая. Безумного фу, блядь. Да я не такой уж и безумный. Группа армий сели. Ты ебан, ты, блядь. Тихо, не говори ему. Он-то еще не знает. Ну, мой компон. Вы идете на рынок к этому человеку, я так полагаю, который продает кровь для вампиров легально. Или же хотите попытаться отправиться в старый город и поискать там нелегальных торговцев? Нет, сначала мы подойдем к легальному. Без проблем. Я сейчас, смотри, у тебя еще где-то минут 20, поэтому можешь сейчас, типа, продолжить играть фау-аут, типа, да. Я не буду останавливаться даже. А, мы пересечемся? Я. Я не останавливался, братан. Да, да, конечно. Да, я поэтому его всегда позвался. Другой персонаж. А, новый пес? Бать. Это просто одна из штук, за которой Костя играет, когда мне хочется поводить дэнду, он, типа, плейтестит его отчасти и просто играет. Ну, полагаю, мы идем к мужику. Проходя через рыночную площадь, вы обходите через довольно большие толпы людей, проходите на людей, словно сквозь волну, которая... Полагаю, держим кошельки у себя там, где их никто не сможет потрогать. Это мы сейчас узнаем, как у вас есть и на внимательность. О-о-о, небольшая. Да, блин, лутов нереально заметить, даже с 21-ю посливкой. Я знаю. Где мой ИРЛ-ДАСИ? Просто в кинул 18 тысяч кубов. Ой. Ой-ой-ой. И теперь на синюю. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не забывай, тот момент, что нас не застать врасплох. Это... Другой. Ну, на всякий случай. На случай, если вас уже нападет, вряд ли, блядь, воры будут нападать на вас посреди города. Ну, хуй его знает. Молода. Ну, я думаю, это работает и на скрытность. А? Я думаю, это работает тоже на скрытность, если к нам кто-то подбирается прям. Ну, прям подбирается скорее. Это значит, что просто урага не будет дополнительного хода, в случае, если он нападет на вас и скрытность, и всё. Бесполезная хуйня. Ну, отчасти, ну, типа, 50-50, типа, что-то... Ситуативное, говно. Ну, ладно, давай. Не, ну, на случай, как, всякие там гопсы и там и прочее, шваль в пещерах может попадать, пока вы там начуете. В городе, понятно, что эта штука мало полезна. Эй. Эй, дурно. Вы продвигаетесь через улицы и доходите до довольно крупного здания. Два этажа деревянная. Что-нибудь, знаешь, так, по декору видно, какая-то охотничья, знаешь, то есть, видно, развешанные шкуры животных везде, даже снаружи, то есть, знаешь. Оно украшено, на входе висит, висят рога оленя, видишь, как, оттуда выходит человек, так, потрясывая, пересчитывая монеты в кошельке, как будто бы только что их получил. Ну, полагаю, заходим за ним. Угу. Ай, хорошо. Заходя, вы видите, старого человека, и он не солгал. Ему он уже точно больше 60, может быть, дальше, даже под 70 лет. Но выглядит он так, знаете, как боевой дед, не как дряблый дед, а как такой старик в Саммерсвете сил. Видите, что сейчас его, кажется, внучка, судя по празднице в их возрасте, помогает ему переложить шкуру оленя на верхнюю полку, на одну из верхних полок. Просто свернутую и перевязанную с оленями, с его же оленями рогами. Просто приподнимая и кладя на верх. Он смотрит на вас. О, внучка, гляди. Еще люди пришли. Он разворачивается. Девушка фиксирует там. Фиксирует лица? Нет, он фиксирует шкуру оленя на пол. И, собственно, поворачусь к вам, просто улыбаясь. Девушка лет, наверное, 20, может, около того. Чуть старше, может быть. У нее длинные каштановые волосы завернутые, завязанные в хвост один. Доходящие где-то, может быть, до плеч. Она улыбается. У нее зеленые глаза достаточно яркие. Понимаю. Что ж. Мухин губ проходит внутрь. Знаешь, так начинает осматриваться. Да, множество охотничьих приспособлений. А также, видимо, в трофеях, знаешь, то, что можно купить для себя, чтобы, возможно, похвастаться, как будто бы охотник это ты. Множество чучел, множество голов на деревянных и металлических щитах. Разве ли это на тебя похоже? Да? Не понял. Ну, ты видишь, он показывает голову, там, не знаю, волка, оленя, медведя, там, птицы, невелицы, тролля, не знаю, что там. Без жанеца какая, просто он показывает, нет? Там обычные животные. Там обычные животные. Лошадь, господи. Нет, там, типа, олень, волк, кабан. О, кабан. Чучело зайцев, знаешь, которые, типа, так, друг за другом, типа, спрыгают, якобы. Ну, вот, фу показывает на кабана, локей такие же. Иди и покупай то, что тебе нужно. Кабан, блядь. Вообще не похоже. Ну, да, ну, да. Ну, ты видишь, фу заинтересованно рассматривает прилавки, он предоставляет все управление твоим капиталом в ноль, в ноль, в ноль тебе. Давай, вперед, расплачивайся. Дерзай. Расспрашивай, покупай. Это твоя сфера деятельности. О чем? Это в петелках для народа. О чем? Какого она стоит кровь? Да, вот такое. Какое есть. Разное есть. От скабана, от соленья. Это вот с волка. Отвары свочей крови улучшают потенцию. Можно у постели маму свою удивлять. Развиток разводит руками на ней, я не по этой части. Секс с женщинами? Что за гадость? Фу. Что? Так, а какая? Зачем тебе что-то надо? Ну, он так это, снимает маску, так улыбается, чтобы было видно клыки. Такой, ну, сами понимаете. Дед, дед улыбается тебе в ответ, и... Ё, зубы... Немножко... Это зрение плохое. Да, да, вот это же не противно, нажимай на зубы, просто улыбнулся тебе в ответ. Таким, слегка, где улыбается, просто развалившимся уже зубами от старости. Дед, я вам пьер. А-а, кровосос! О, а по тебе не скажешь. Маленький такой. Вы обычно пострашнее будете. Я был обращен к тьме, когда ты совсем молод. Так тебе такая кровь надо, понятно. Сейчас. Так какая тебе нужна-то есть? Волчья, оленя? Слушай, у меня вопрос, Жендос, у меня вопрос такой гипотетический. Мне как охотнику не положено бесплатно кровь, слушай, типа, как военному. Я не помню, спрашивал. Нет, ты не военный, блядь, ты буквально член религиозной организации, которая делает это все, потому что она так сама хочет в вас тиктоп, блядь, и вы не содержитесь ни на каком государстве. Вы буквально просто... Отойду пописать. Вы буквально просто, типа, группа человеков, которые такие, бля, оборотни, какая-то хуйня, хуйня. Надо что-то делать? Надо делать, пиздец. И начали делать. Нет, не положено. Ты уже спрашивал. Так, почем, в крайней мере, официальный. Сколько у вас стоит? Ну, мне, как один из ваших, пояснил, когда я ему кровь продавал, что она тем ценнее, чем больше тварь, короче, которая, ну, чем больше зверюга, которая в этой крови была. Поэтому вот кроличья за 15, кабания за 20, а вот олень, кажется, большой. Сейчас я начну, большой или олень. Да, олень большой. Олень большой. А вот олень я за 30. Разиэль такой, короче, отворачивается. За 30 нахуй чего? Ну, блядь, спросите. Короче, Разиэль такой отворачивается. Достает такой кошелек. Вытряхивает, пытается вытыхнуть у него деньги. И так, короче, у него на ладони насыпятся три монетки золотых. За 30? Это много. Ладно, за 25. 25 чего? Ну ладно, за 10. Чего 10? Не, ну вот чего, чего, Эля. Золот, золот, золот. А, такой, разиэль такой поворачивается, а на эту сумму вы сколько дадите? Сколько там? Роза, сколько там? Там три монеты, дедушка. Нисколько. Не хватает еще. Пальцы начинаете считать. 27, дедушка. Если вы хотите взять за 30. Нет, я самую тешевую кровью. Окей. Может, у вас есть кофе в четверть цифровых? Там есть... Сука. Крыс, ему продай чумную, блядь. Чендос. Какая разница, он, блядь, труп, он не болеет особо. Типа ему... А еще и палатин, который не болеет. Палатин, он вообще... Он может чумных крыс жрать на обед и ужин, блядь. Ну, так вот. И радоваться жизни. Продай. Где-то нет чумных крыс, блядь. Где-то, типа, не охотишь на чумных крыс, он находится на обычных зверей. Пока ждете, Арсений, я можешь рассказать, что это за город вообще? Типа наполненным вампирами или чешом? Нет. Нет, просто вампиры это нормальные пацаны такие. Ну, только лицензированные, подожди. Нелегалы не очень. Ну, типа, это полноценная часть мира, как и нежить вроде призраков и ревената. Знаешь, как мне понравилось, как начала эта вампирша подкуливать персонажа Андрея? В то время Джошу Грэхэм она вообще нихуя не сказала. Хотя тут просто... Так она... Она посмотрела на тебя Грозда, типа? Она любит детей, понимаешь? Выкуси. Нет, так что, ты у нее Грозда обрел, типа... Это не скупка. Ты, блядь, выглядишь, как ёпаная жертва, блядь, ликвидации Хиросимы и Накасаки. Она и не выебывалась. Рэп, при этом, радиации приобрела суперспособность. Все, я закончил. Да, стала паладином радиации, блядь. Костя, это, конечно, какая-то хуйня из ада на земле, блядь, радиационный паладин. Короче, Розель... Радодины? Секундочку, пожалуйста. Розель спрашивает, короче. Слушайте, у меня есть предложение. А что, если я поохочусь для вас, вы поможете мне с кровью в обмен? Блядь, это настолько тупо, я даже не знаю, как ответить. Слышь, это настолько тупо. Я пытаюсь понять, я пытаюсь... Это... Адей, ты можешь сам поохотиться и выпить кровь попитого тобой животного. Чувак, это логично, знаешь почему? Потому что мы в ёбаном городе, а этот чувак знает, где найти тварь, подобных животных. Блядь, каких подобных? Ну, блядь. Мы его знали, где он находится, может, в канализациях, блядь. Письки-пи-письки. И он покупает оптом, блядь. Письки-пи-письки, блядь, послушайте меня. Знаменитые канализационные олени. Так, почем кровь? Десять кроличь, это 15 кабань, я тридцатку оленя. И сколько она ему восстановит? Ну, там зависимость от размера животного. Крохотная... Один. Чтоб ты понимал, я в сутки пожираю два. Крохотная, средняя и... большая. Я понял. Легче будет купить тебе большую за 25. Не выебнулся. Мне кажется, проще будет просто найти пару животных в лесу. Блядь, выстрелить в них. Ну, надо усть города вы... Нет, слушай, если ты мне позволишь во время отдыха мне смотаться за город и кинуть на то, чтобы я похотился... А что, тебе вот сейчас мешает? Вот, блядь, типа сейчас вот выйти, так как-то поохотиться. Ну, мы сейчас малость заняты. Ну. Ты можешь выйти, сказать, что, мол, так и так, отойду, нужно поссать. Выйдешь на три часа, скажешь, о, как хорошо поссал, ты не поверишь. Да, типа, да, да, может, просто, типа, что мешает ему сказать, я пойду поохочусь, я голодный, блядь. Просто пойти убить там двух оленей, блядь, из двух выстрелов. Слушай, я не об этом, я просто к тому, что у нас обычно настолько загруженные дни, что там... Обычно загруженные дни... Мы ходим спокойно, мы не бегаем, да. Вы просто гуляете, блядь. Вы сидели в таверне, блядь, какие-то... Вы на прошлой ролке, блядь, всю игру поверили за тем, что просто играли в карты, блядь. Ебать вы загруженные чуваки, пиздец. Вы просто весь прошлую, позапрошую игру сидели и раскидывались в картишки, блядь. Решите быстрее, что делать. Мы делали деньги, а то все пропивали деньги. Деньги. Мы проигрывали их, блядь. Тихо, тихо, все, все спокойно. О чем? Ага, да. Так вот. Вот, подхожу к старику. Ага. А у вас кто-нибудь еще кровь покупал? Ну, в ближайшее время. Ага. Кто-нибудь из семьи Галард? Ага. А помимо них? Угу. Нет, так задумывается. Угу. Если тебя не затруднит, можешь описать, кто это, кто покупал и как давно? Дед, а лицензия на продажу есть? Блядь, литерали. Литерали. Вам изначально семья Галард говорила, блядь, что они... А мало ли, проебал. Блин, проебал. Если он его потерял, не значит, что его ее лишили, блядь. А просто может новостью заказать. Он все еще, типа, имеет право продавать ее. Да что, его знает, может, он слабохарактерный и откупится. Да это еще 10-летний дед, блядь. Да и слабохарактерные до такого возраста не доживают. Ну, что, что, я у него спросил, кто и как давно, можешь описать? Ну да, задумывается. Угу. Ожидаю. Нушенька, принеси дедушке мольберт. Че, блядь. Он там накалякает для уровня палка-палка, че-палка, огуречек. У чувака пошла нос из крови, с кровь из носа, блядь. Она, ребят, она выглядела примерно так. Заходила, покупала кровь. Там просто... Ммм, прийти, вумен. Биг бубсы. Оу май. Биг боба. А, на плоско. Нет, лета у боба были. Все, примерно так. Нет, палосу встаю, когда подходит, ну, дочкам с притаской. Не мольберт, это полотно. Ну, короче, блядь, ткань натянутую на деревянную раму, на которую я рисую. Папирос. Так. Мольберт. Папирос, блядь. Папирос, это то, чем египтяне. Мольберт, это хуйня, на которую это ставят. А это просто полотно, да. Полотно, похуй. Ну, короче. Хуйня, приночь хуйню, давай. Да. И, пару карандаши деревянных. Специально, где-то хмыкает на счет рисовать, сейчас. Ну, нет, я описываю плохо, сейчас я нарисую. Десять ёбаных часов спустя. Куда-то начинает калякать. Ну, в общем, если он калякает больше 15 минут, я такой на Розееля, как бы, типа, ты там вроде крови хотел. У тебя есть время? Я отсюда никуда не денусь, ближайшие... Ща, ща, ща. Прикидывает, смотрит. Еще немножко осталось. Он так же говорил в начале. Дед, так что там насчет охоты на тебя ради скидок, там, возможно? Да я же сам могу поохотиться, зачем мне еще... Ну, зачем тебе кости ломать? Представь. Ээээ... Прибавочная стоимость, так сказать. Я работаю, ты получаешь деньги. Не, я ради идеи охочусь. Я просто нравится. Продажа это внучкина идея. Я вообще против был. Идеи на хлеб... Идеи не покушаешь? Я даже охочусь. Мясо есть. Что продан, то на хлеб пущу. Все. Не подвигает рисовать. Хорошо, так он хочет, и не подскажешь, где у вас тут... Есть на кого походится. На юго-востоке лес. На западе лес. На северной дороге. На юге тоже. А там дальше лес. В общем, что животное. Куда пойдешь, там и наткнешься на лес. Ну, и к этому охотиться нельзя. Почему это? Без разрешения. Леса принадлежат семье Галард. Нужно иметь разрешение, чтобы охотиться там. Немного метагейма. Ты, блядь, это только что придумал, да? Хитрожил. Нет, в том-то и дело, что обычно, да. Буквально, блядь. Практически никогда нельзя охотиться левым людям, блядь, в чужих ходить, чем уходить, блядь. Поэтому, поэтому байте вы на охоту, ага. Да, окей, ладно. За это, кстати, вешали или кидали в яму на месяц. Нет, просто дело в том, что ты предложил максимально тупую идею, давай я буду убивать зверей на тебя, чтобы ты потом мне продал их кровь. Блядь. А может, а зачем ты дед как посредник? Ты просто так это сказал, а потом, типа... Нет, имеется в виду, ну, там, типа, знаешь, скидки, он, знаешь, скажет, покажет, куда лучше пойти. И, типа, я какой-то процент там забираю, а он себе тоже. Опять же, деду просто нравится охотиться. Он делает это не ради денег. Старик просто всю жизнь был охотником, и ему... Ему он хочется у себя живу, пока охотится. Не хочет чувствовать себя старым и бесполезным. Эй, дед, а ты не слышал, у вас в городе нету... Остательно нежити. Там не по чему. Но, может быть, ты встречал здесь каких-нибудь тварей, которые... Было бы неплохо отправиться на тот свет. Одного мужика страшного встречал, наверное. Вот сегодня прям. Как он выглядел? Второй такой. Шкаф. Ну, какая-то шкаф. В доспехах. И лицо замотанное, и руки. Прячется, наверное, от кого-то. Точно преступник. Интересно. Все, кто прячет лицо, преступники. Может быть, он просто страшный. Или болен чем-то. Нельзя так оскорблять людей. Не понимаешь ты ничего. Прячет лицо, значит, преступник. Значит, нечто скрывать. Что ж, в таком случае, не подскажете, как можно получить лицензию на охоту? Ну, это не ко мне. У нас есть общая знакомая, не полагаю. С ней ты этот вопрос обсудишь. Прямо всеми шаговар спрашивайте. Там на аудиенцию, очередь, шмочередь. Потом. Внос платить каждый месяц. А вы не знаете такого вампира, вампир, шоу, как... Так, называй, блядь, я забыл имя опять. На, на, чё-то там. Я расскажу. Давайте. Я зовут Начис, постарайся записать, пожалуйста. Чтоб не забывать. Я забываю, блядь, эти имена ебучий пиздец. Просто запиши, Андрей. Просто запиши в чарнике. И подпиши, что это. Да, у тебя NPC ебануться сколько количеств. Каждые сессии новые, там, толпа. У тебя, у тебя, чё, блядь, ограниченное, блядь, место в чарнике, чтобы запишись? Нет, потому что я не хочу всё это говно потом перечитывать по тысячу раз, когда мы играем раз в месяц. Понимаешь? Ты играем, блядь, три раза в месяц, обычно, если, блядь, никто не проявится по тему, блядь, Вовы. Или, блядь, Никитус, который съёгывается. На, вторых, блядь, что? Ты тоже, пошёл нахуй. Всё, всё, теперь вот, да. Типа, в чём проблема просто записывать это, блядь, да? У Коляна всё в чарнике, блядь, каждый непис, сука, записан, блядь. Я бы что у него, я смотрю именно тех, кого я не создал, как чарник. У Костяна, кстати, не знаю, может быть тоже. Костяна, ты запишешься на NPC? Да, ты просто запоминаешь их. Ёбаный мегамайн, блядь. Да. Читов. Коляна просто всех записывать, что бы, блядь. Чё, как такой он зовут? Натало. Натало. Подожди, а с двумя, или с одной? С одной. Бля. Почему с двумя? Чё за... Я не знаю, я просто подумал, что с двумя. Блядь. Ну, она у меня была записана, и я такой, блядь, Натало, ла. С тремя я, блядь, почему бы, нет. Он нарисовывает, собственно, вот такая заходила. Ну, порыва щитком, Альберт. Чёрно-белый рисунок, портрет девушки. Длинные, чёрные, ну, судя по всему, из-за того, что они просто более тёмные на картине волосы. Явно выраженные куки. Татуировка на шее в виде расходящихся в разные стороны символов. Непонятно точно, что это. Похоже, знаешь, типа, как типа племенные татуировки, типа такие, просто как будто бы огонь какой-то, или просто расходится что-то. На шее куда-то уходит дальше под одежду. Глаза так же какого-то тёмного цвета, судя по затемнению на самом портрете. Вот так она выглядела. Она заходит. Первый раз увидела, вот, не да, дня два назад. Она ещё заходила, за ней какой-то человек плёлся. Такой, тот же, большой, но без доспехов. И лицо было не замотанное, просто здоровый мужик. Как он выглядел? Ну... Сейчас нарисую. Северянин, я бы сказал, северянин. Такой, светлые волосы, глаза голубые. Ростом под два метра. Плечи, сажень, а то и больше. Ого. Ну, сейчас вот эти встретишь. Носил в обычную рубаху, холщевую, да штаны работящие. И всё. Не оружие, ничего не было. Не знаю, чем он за ней плёлся. Не его этого уровня, барышня. Вот так красивая была. Ну, она у меня много так купила крови тогда. Уже я не помню, сколько я почти всё ей пронутал. Ничего себе. Может, просто наняла его как носильщика, чтобы он таскал это всё. Она ящика два купила. Это многое проясняет. Ничего не говорила, только покупала. Нет, просто сказала, что нужна кровь, оленя и волка. Ты знаешь, где она живёт? Видимо, для патентствий. Или на кого работает? С кем? Понятия не имею. Я ж просто продал. Вот так она примерно выглядит. На портрете. Только там чуть перед кротом портрете. И, собственно, видно, что виднеется зубовампирский. Ага. Фу. Покажи ему. Что? Ударь, деда! Покажи ему, что ты главный, блядь! Печать. Печать. Возможно, так он вспомнит что-то новое. Он просто продавец. Я даже продавцу не рассказываю, где я живу, кем работаю и на кого. Зачем вообще? Ну, это вопрос государственной важности. О! Ну, покажу я ему письмо, и что? Вы на государство работаете? На правительство? О! На Галард. На семью Галард. О! Это... Почетные гости в моем заведении. Очень приятно. И, коль... Мы почетные гости... Это хозяева его жопы, потому что его... Без его лице... Без их лицензии он, блядь, это хуй сосед. Коль мы почетные гости. Вы ведь знаете главного следопыта семьи Галард? Мину! Конечно, конечно. Она часто заходит. Милая девчошка. Это да. Ах ты молодости. Я еще совсем не старая, дедушка. Ну, помоложе, лет 16. Такая же... Болтливая и... И... В людях разбирается. Нехорошо. Никаких маршин. Он такого боится. Стаучка в людях не разбирается, да? Дедушка, он нормальный парень. Почему ты... Потом поговорю об этом. Ну, хо-хо-хо-хо-хо! Дураков только находишься. Музыка. Не каждый музыкант дурак. Но они могут добиться чего-то большего. Струнотеребицовой. Мужик должен заниматься нормальным делом. А нет. но каждый должен добиться мастерства в жизни верно кто-то в охоте кто-то в кузнечном мысли кто-то в музыке как по мне охотник мужчина должен творить качественно и полезно но музыканты ведут многих битву музыканты помогают на поле боя они задают темп армии как по мне а ванны бой под который идет марширует солдат это одно освощавые песенки про любовь пока внучка на него так злобно смотрит злобная внучка за хуяре скоро деда поделим окей хорошо где-то теперь убедить и так чтобы у меня денег нет чел происходит тот разговор голой дома когда расскажешь ему что произошло и какая угроза грозит этому городу в каком-то чистой войне и прям как раз в смысле это первый наш разговор или 2 2 когда ты уже говоришь на тебя все надо короче прикрывать шайку лейку блять на время чем ничего не случилось плохого туда еще на временной голове города хожу хорошо ты сейчас у него типа не двигаешься пока к нему дней к ней у нее а именно двое горы все не говорится я понял и вот риканс разобрать и идешь пока что будет хорошо ребят заявочку я перейду костяну быстренько ну полагаю да не забывайте у вас есть некое тайное место в старом городе и вы еще можете попытаться нелегально поохотиться на животных у меня есть предложение мы разделимся я поищу на западе а ты пойдешь на восток у тебя деньги есть нет спросил учти если произойдет что-то странно меня не впутывай я тогда пойду как там храм может она еще там и высматривая этого беловласова северянина по лесу кто животные давно выруйте блядь это двухметровые мужики блять в гачи мучают двухметровые мужики в лесу вместе с этими вампирами блять там послушка и он увидишь как бы тебе просто похлопать в засаде ждут тебя андрей похлопываете по плечу и ты видишь что он в принципе достаточно быстро теряется в толпе поднимает руку встретимся в трактире и быстро пускай опять же снова теряется в толпе короче разель да он гонит на юг мы пойдем на запад и восток гоню на юг я понял тебя андрей это была наебка это ловушка андрюшкира понятно хорошо кстати вот чё бля не признаваться мне шея этот блять так гладить нахуй но не признаваться что ты вампир нелегальный охотник ребята ведь так не похуй на то кого ты там охотишься полиция блять алё это нахуй это лесничий блять поймает и вылебит за ухо блять это самое ты за зубы выртых тебе с корнем хорошо вы проходите через стражу двигаясь к токен сохранил на блять у меня просто гляра ла блять все где-то заходишь ты замечаешь что она стоит недалеко сидит буквально напротив нее она снова восседает за своим дамским столиком будто бы и не вставала оттуда постукивая немного механической рукой по деревянному столу когда ты будешь ты прерываешь карте их беседу и диалог они оба сортим тебя с кем не описал кто второй человек рядом старше я не знаю это девушка достаточно среднего роста сколодит в мантию темно-серого цвета на шее виднеется раскистая татуировка непонятно точно что если поставлять но как я уже сказал просто некий узор но также видишь что рядом с иглой города стоит небольшая шкатулка в которой виднеется больше двух десятков драгоценных камней дорогостоящих когда заходите не когда ты когда заходишь они оба переводят взгляд на тебя ну чтобы взгляд на тебя невежливо так вырываться снова джошу кажется именно в любом случае я пришел сказать что опасения мои подтвердились плане плане того что эти люди в городе они ожидают они ожидают основном они ожидают еще одного человека я описываю внешность как человек восточной внешности прибыл откуда-то другого континента имя тебе кажется и называли его несомненно это имя ну имея всеми за называли что тот кто сотворяет болезнь умеется творить различные болезни скоро прибудет в город в любом если нас крупно есть горячие следы где находится их убежище по крайней мере вход в него действовать надо быстро я могу сказать что у вас есть два дня с максимум 3 прежде чем все выйдет из-под контроля хорошо тебя в этом наверно больше опыта подобных случаях город этот раньше не сталкивался с подобными проблемами скажешь чем что мне лучше сделать я с плане что снова рассматривать свою руку пальцем естественно дергаться совет в подобной ситуации как выбрать на карантин вот единственный совет это спуститься вниз найти каждого из этих людей и убить не оставив никого в живых вот единственный совет подытоживающий просто кивая головой таком случае надо будет собрать я прикажу стражи выделить лучших людей возможно найти у кого-то на стороне новое сбежание понятия этого человека в город я на время закрою входы выходы были даже если вы закроете официальные входы и выходы все равно пройдет такие люди как он умеет находить лазейки так вы хотели узнать что и закрыв сейчас в ходу да он пройдет через место через которое нам неизвестно просто не стоит поднимать панику раньше времени он должен прибыть по моим прикидкам через день полтора и тогда надо начинать действовать если у вас есть подробные карты подземелья под городом и канализации нужно перекрыть все выходы из них выставить стражу если стражи не хватает завалить их у меня их нет но есть у королевского архитектора он живет на нижних этажах замка можете зайти к нему и забрать чертежи не мне чертежи нужны а вам чтобы перекрыть выходы из возможных мест их отхода которые находятся под землей я думаю вы тоже отправитесь на эту вероятную миссию я отправлюсь туда напрямую я вам тоже нужно изучить их если есть копии я их возьму дабы у меня не было проблем планировать земель и лежат где-то в архивах этих копий довольно много я тебе уже сказала если вам нужно вы можете взять сколько вам нужно времени на подготовку у вас есть два максимум три дня а достойду из внутреннего кармана часы металлические я думаю мы отправимся к завтрашнем утро я подпят я прикажу подготовить людей и с утра они отправятся исследовать то что скрыто под городом полдень полдень перекрыли полдень отправимся и перекрыть все абсолютно выходы из города подземные надземные закрыть врата и никого не впускать и не выпускать хорошо я доверюсь вашим вашему опыту не хочу чтобы судьба тиража постигла судьба других печальных городов скорее всего возможно последователи этого культа будут сидеть и какую-либо хворь поэтому можете обратиться церковь леди шипа храм леди шипа попросить них помощи чтобы обнаружить таких людей если они будут пытаться выйти или проникнуть город когда я пойду тогда я пойду за чертежами ну и я пизду за чертежами хорошо я беру чертежи и иду поверну абсолютно первую попавшуюся сижу там запираюсь и изучаю чертежи хорошо как ищутся ближайшую таверну все нет и идешь на запад а сколько или наоборот на восток иду я иду в храм леди шипа ну а мне сказали в храме пойду по всем храмам окс буду сам православной дороги пока ты идешь с ним ты замечаешь чем которого описывали записывал тебе старик вот аватарка это один в один огонь такой же огонь там огонь за спиной но огонь тут в глазах очень злой огонь понял особенно если у вас коронавирус и вы последователь культа чему корица замечая его куда он направляется кажется что направляется в таверну фиолетовый корень небольшое заведение на картах его просто не ну пожалуй последую за ним наш теряясь в толпе кое-где отставая в общем пытаюсь не привлечь его внимание как говорится скрываюсь среди теней плохо скрываюсь видимо сегодня мне не везет ты убеждение кинул шизоид ой ну там там плюс один ты убедил тебя что тебя не видно себя убедил еще лучше мне нравится дешево нет нет я его не замечаю а стоп на 15 нет замечаю ну 1 какой бросок 1 2 учитываем самый скрытный гуляш будет на всем видишь как человек заходит внутрь наверное закрывает за собой из нее доносится приятно приятно уху музыка видно что там кто-то до заседает сейчас заходя собственно видишь довольно небольшую таверну ты прятый видел много листых айфов в своей жизни но она выполнена значит такая в древесном натуральном стиле будто бы знаешь то есть вот он пытается сохраниться дух дикой природы в этом месте видно что столы и стулья будто вы просто выросли из от из пола светильники здесь представляют себя небольшие сплетенные из листьев больших фонарики внутри которых горят светлячки парня стойка это просто большой камень немного поросшим холм там собственно сидит за барной стойкой лесная эльфийка в красиво достаточно зеленоватом платье которое с открытой спиной эти такие прикольные платья выпивают сидят видишь что один человек кажется будто бы тоже какой-то егерь или охотник рядом с ним сидит его стулом сидит гончая которая жадно хлебает похлебку и поставлен перед ним миски сам же человек наслаждается свежеиспеченной уткой и подкидывая кости в миску собаки винтовка такая здорово именно ну типа ружье я подхожу к эльфийском все просто приветственно кивает и стал приветствовать на общем два раза я понял ну мало ли типа это скорее фишка заведения что комнату один на один день хорошо с вас всем серебряным лобу монеты забираю ключик не думаю да 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 простите тут важный мне сестра подошла я просто констатирую факт хорошо и иду открывает захожу в комнату закрываю дверь и педофил закрываю дверь еще какой педофил ставлю сажусь на стул раскладываю на столе планы все чек удаляется просто письма наверх на лестнице наверняка грудь довольно много людей скорее всего большая часть студия занята на одного из них восседает полуэльф со своей прекрасный чей-то мусли и это короче с инструментом вот который собственно играет и поет рядом с ним клюет зерно прекрасная полярная сова не видел куда ушел ты че все я петлю сестра а следую за ним скрывались в тенях самый темный угол открывает комната сделано в том же самом стиле кровать будто бы опять же выращенная естественным путем матрас зеленое одеяло похоже по ощупь на теплый мог обыкновенная оконная рама здесь без изысков шкаф а также небольшой светильник металлический насущий светильник чтобы когда-то выйти ночью садимся за стол разукроем и я занимаюсь делами и я следую за ним я избегаю скрипучих носов подхожу помнить смотрю в замочную скважину что там ключи мощной скважине вот что там я понял меня просто сейчас на два фронта раздирают парни я не виноват меня заставили мальчики подождите пожалуйста несколько секунд нам надо пиццу выбрать бейте моцареллу и муха что за пицца моцарелла ты минуту папирони пицца моцарелла ты выходишь из города я так понимаю смешно покидай стену города ты видишь дорогу которая вскоре обрывается переходя уже в лесную тропу дорога хорошая протоптанная не мощеная практически надо она мощеных где-то на этом этапе типа и дальше в город вот здесь она уже типа вся просто обычная широко достаточно две полоски смогут спокойно разминуться тут но я иду сюда в вот прям под стенами города сука рощи биловерская пуща ну я надеялся на такое спадение ну ладно ну окей где ебучий лес на выходе скоро тебе лучше к коняку призвать чтобы доехать до него это не близко не 2 минуты окей окей кстати я могу ритуалом или нет ну я короче призываю до коня такого как выглядеть как обычный конь не привлекать внимание запрыгивает ружье на готове хотя нет ружье не ружье блять чтобы не свистела блять типа если чё явля не охотик это гулять ружье чисто так для самозащиты просто если я буду чисто светить да в жопе блять понимаешь сама у нас удлинула да и короче скачет скачет лесу ну как раз подъезжает к лесу где-то где-то полчаса наверное уходит чуть больше час практически чтобы доехать до опушки леса где начинается лесной лес дорога уходит дальше на юг к большому пригороду который находится может полудня путей сюда да ну нету я думаю он оставляет коня женщину дереву точнее не бежал а хотят магично оставляю типа его подлески день чтобы вас дороги не было видно но я легко его мог найти окей ну короче потом кладет его по холке почти здесь и идет в лес ветер развивает его плащ возможно откидывает капюшон и в глазах его там появляются красные красные огни охотник который не хочет раскрывать свою личность раскрыл свою личность я в лесу чел в лесу много кто есть например партизаны ей ой блять да там на каждом углу нахуй это самое а не жмите крошку купить вред ну окей ну все блять сама они не с тем связались на мне а поскольку это магический лес скорее всего тут сюда прям живут а блять в ёбаных избушках не прям в глубине леса вот да не хорош я иду на охоту блять самое ружье на готове находит самое и пытаюсь высадить почуять кровать ой блять начнется ой это чудо и познание жертвы тебе по мне что кажется это удалить ну вот окружно . , , . . . . . спрашиваю думаю да 5 секунду у меня дома музыка шакалит это написать пиздец сейчас ее подожди остановлю шакалит пизда ладно давай еще чуть подключу типа вот вот это прекрасно символично это даже хочу узнать что символично там король шут лесник играет или что вообще звука нет какая-то хуйня понятно короче видишь поваленное дерево сломанные ветки лежат следы ведут дальше в углу кресла слышишь небольшое журчание воды зелье аккуратно проходит олень довольно крупный дарю скал бы большой его раскидистые рога слегка грязными что ли подчеркнишь его этого чего-то считаю что у оленя слегка будто бы если выцвело вот и сбилось комками какая дистанция до 40 ну раздел короче так это я так полагаю сколько у дерева он аккуратно седает на одно колено наводится и стреляет сейчас давай у меня же копия есть хотя с копиями это конечно а бля я не туа кинул ты не туа кинул 26 попадаешь убийца отскажи стуканчик собственно слышится грохот птицы слетают деревьев пуля вонзается вплоть оленя но ты видишь после сквозную дырку в теле которая шторма ты что животное поворачивается в той стороне видишь пену его рта и такие белесые заплывшие слегка глаза достава инициатива в смысле ты прикалываешься она в 18 урона впитала да ты хотел сказать восемь ой 9 урона это олень просто такой больной олень блять под тотемом медведя да не 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 это первый варвар который не это варвар 15 у них ярость не кончается это варвар друид ну ты напал на него а он сейчас то пойдет на тебя ну бросай эту сорсанину блять сейчас я достану кубасики ай чё внордер блять где карта нахуй где ёбаный токен оленя чё блять так 16 выходит 1 ай ай нахуй слушай видишь он разворачивается к тебе издает нм вот у меня рёва такого знаешь олень звук и разбрызгивая эту самую пенную свою слюну, он Слушай, а то, что я его врасплох задал, ничего? Вот, это и была твоя атака врасплох, вне инициативы Окей Если бы ты не смог врасплох, у тебя бы не было в этой атаке, мы бы сразу бросили инициативу. Так, ладно, теперь я обязан вот эту хуйню Хорошо Собственно, он разворачиваться, разгоняется и начинает просто бежать в тебя Направив в другую сторону Попадает по тебе, причем типа 20 попадает Блять, в смысле нахуй? Их хватает, только от оленя сдохнуть, сука Вой пир на охоте, блять Молись, чтобы это не был варвар, друид, паладин, который сейчас смейтанет Девять колечек и урона и здесь подбасок на тебя снасил Сейчас, бля, упадешь потом такой Танешь Да пиздец Хорошо, что отдал хоть побоев Ладно, блять Короче Ты чё, сдохни, что не воскреснете Молись, облиц Что, Кен Силы Спас-Бросок Силы Спас-Мосили Бросок спасения Ура, блять Сталин толкает тебя, но ты упираешься в его рога отталкиваешься Алим пытается тебя укусить Я вот тупо одной рукой держу Так, знаете человек 17 попадаете во второй раз наносит тебе всего лишь 4 урона он кусает тебя отпускает и чувствует что в ране какие-то маленькие подобия будто бы знаешь червей или мечи на каких-то ползать хорошо меня 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 ну чё блин поражай на свинька не важно бля ну чё я поджигаю бля свою рапиру нахуй это самое бонусным действием и хуячу этой рапирой прямо ему в рыло так раз-два-с а потому что 1 до 8 чистого чувак я активировал бонусным действием нет это я этого рапира я не знаю как это назвать окормляю кровью я будет странно если это хуйня доживет после такого дамага нет она умирает просто прокачиваешь и он проседает хребя немного ну короче разель так это прочищает ружье очень заряжает его речь он избился прицел кладет кладет став так как-то не атмосферно вешаешь через плечо просто сучу пусты листные звуки а фо и плядь как сейчас я кайду боев а ведь как то хуйню не понял он не удаляется не знаю просто замуть его если тебе так что ты делаешь ну ёк короче разель наклоняется на тарелем встает на колено колени нам даже кладет в жье колени поднимает глаза к небу смотрит видишь в основном кроны деревьев закрывает глаза возможно ощущает вокруг себя ветер стул и произносит молитву корусу чтобы он богословил эту охоту и помог душе оленя перейти и упокоить его душ и после этого впивается в шею оленя хорошо так это здорово хуйня насколько я помню большая а так это все на что хватает короче разве льда бухает 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 глаза наполняются кровью он давно не пил таких какой крови поднимается против сложения он повладит до него шуму а еще и нежить но меня не могу лично работы это магический спид будешь тени прописано что она не может болеть она может болеть нежить смысле там помп прописано сколько я помню бессмертное тело я же в курсе что я не прописывал не жить ему болезни вообще плохо для андрей к и нахте разница блядит оплет просто чтобы на сюжет ставить чтобы нашли за наши делать подбросок мы не едим и мозги ну пизда а кстати я же хотела ставить еще нормально как я снух и пусть а хорошо до сухо кровь разливается по твоему телу приноси тебе успокоение кожа так в перелине киртали кожи становится более такой более живой пропадают трещины пропадают мертвецкий только оттенок совершен немного более живым на вид что до газель только видит в отражении ручья свое когда-то старое лицо что отражаются встает короче вот этот колени выкидывает ружье и идет направление где оставил лошадь выходишь из леса но пока идешь чувствуешь как два начинаете на кружится и что-то резко дернул как будто пары ветра или что-то подобное я просто по его сторону голова загружилась виска ну блять зелья хватает так немного за голову может опирается чуть на ближайшее дерево и идет дальше ты подходишь к лошади собственно ты понимаешь ты не отправляешься в город да окей хорошо продолжаешь ехать в город чувствую что все сразу еще будто бы слегка ужин говорите какой-то понимаешь что будто бы теряешься с реальностью и хотим просто отрубаешься седина лошади блять сеня ты тут ебать надеюсь сука да конечно я помню кстати хорошая идея костянула на солнце с подверь осторожно теперь ты отсюда не выйдешь шутка что же там ключ за ухо это говно просто ногой бы размазан вышел что же в таком случае если на мощной скважине ключ я бы постучал игнорирую я никого не ожидаю наверное ошиблись ну времени у меня предостаточно я скрылся мог вытолкнуть ключ я думаю не составит труда ключ выпал я иду вставляю его обратно знаешь когда ключ входит а прошу прощения ты отвечаешь не открываю дверь что мне стало известно что вы были в магазинчике неподалеку весь низкой лавке не где там не был я сбился это мне был точно я бы хотел задать вам пару вопросов вы ведь тоже приезжий в каком-то смысле вы в городе видели что за странное вампира может быть еще что-то да в доме правящей семьи говард еще нет меня не интересует а сами вы откуда позвольте поинтересоваться не позволяю на этом все вы меня откликаете удачи вам с вашей работой и вам всего хорошего глупая была идея что же нужно по своим делам закрываем двери закрываем замок сажусь обратно ну дальше по своим делам куда я понимаю как по храмам пройдусь все идешь храм в тот в который я успел зайти до этого еще сегодня у меня отмечалась свадьба как мы видели пока ехали сейчас там служители просто убирают последствия этого празднества пометает улица конфетти собирает сток от разбитой бутылки шампанского что же аккуратненько обходя разбитое стекло пытаясь никому не мешать захожу там стоит женщина внутри кажется встретимся храма людей смотрю на молодую пару немного улыбаюсь прохожу вперед настоятельницу такая средних лет высокая почти под метр восемьдесят женщина в длинном таком белом практически свадебном подобие девочки якобы свадебный она стоит около алтаря и облакотяжись на стену читает где ты подходишь судя по теме шагала просто да я бы хотел задать пару вопросов и сделать пожертвование в храм в городе происходило что-то странное ближайшее время вы не видели здесь вампиров и прочую нежить я в принципе описываю ту женщину с картинок рисовал старик вы не знаете где она сейчас находится хотя бы откуда она пришла может быть что она тут делала она просто пришла и с улыбкой предложила сделать пожертвование в храм чистого сердца а что эти деньги были крадены нет нет просто нам нужно с ней встретиться ну мне говорите торговый партнер я вряд ли смогу с этим помочь вы уже сделали достаточно согласен еще просто резко оборачиваюсь буквально из кошелька доставаю там энное количество монет так значит подтягивай за руку даю заворачиваю убегаю ну давай и брошу до 6 типа где 6 это хорошо 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 ты 10 не 10 него ебка он деньги пытается тебе влять вытащить ничего страшного торговую лицензию получу этот рынок здесь обрушу ну чтож и вперед по свежим следам да ты буквально видишь как она идет по улице вот на него она найдет леда мне просто идет типа ах ты сшатин просто типа идет из вашего как бы типа лошадь я там с собой ведет на лицо хоп прошу прощения извините значит проталкиваюсь мимо людей подхожу к ней мадам прошу простить мою дерзость вас случайно не натала зовут угу знакомый разве сейчас будем я фу к вагути фу торговец и нет но вы же покупали жемчужины силы верно я могу приобрести продать вам в два раза больше по двойне сниженным ценам я уже купил все хотела а если не секрет зачем они вам я ошиблась нужны для использования магии но в таком большом количестве я много колдун до себя знаешь что просто как бы отстаю в толпе и следуй за ней по пятам кгбшник фу проходя за ней по пятам ты видишь как буквально на стене улице проезжает лошадь а на ней лежит розель лошадь ведет за полоте один из городских страхников знаешь ты просто я полагаю не едут в разные стороны да он бессознательно но розель менее важный здесь я согласен но блин ладно поступлю как настоящий человек да и выбору коры ну я смотрю на него он живой живой все с ним будет хорошо что выглядит не очень хорошо что лежит для сознания на лошади кто это ведут стражники ну ничего из обезьянника заберу как обычно напился ну напился это не то слово да по нему видно правда видно куда ты идешь в уровне отношений между героями суши а магическая хуйня лошадь не связана со мной но наш приди со мной связана мое сознание как-то ты не можешь говорить через лошадь нет не говорить а хотя бы управлять как-то она может понимать мой посыл нет она не ну я мог типа такой знаешь вырубаясь такой кфу 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 блять она такая а окей я его найду блять она даже не знает кто такой фу ну образ блять там вся хуйня магия блять рандомная фея которая принимает облик лошади нет никаких знаний о тебе или о том кого ты знаешь у нее же есть тире пати со мной могу и образ передать блять тебе сознание ты идешь куда-то в ад ну я лежу блять чё могу делать я живу его блин если ставить вопрос так я выбираю вампира но вампира женщину тебе нет нееет ладно окей насиловать будешь блять сука господи андрей хватит регулировать кривиш я щас умру у меня сейчас я вспомнил блять этот папечка да блять в этот бесконечное лето играл блять он так обожал тот пример блять знаешь я просто смотрю на него и и продолжаю следовать хочу запомнить что мне нельзя задать воспох да ты хрип да ты хрих даже когда в хрвом состоянии мне нельзя задать воспох так так сказано в маём в моей хуйне неok любая хуйня темен заходит оставляешь корица ставим прослушку на лошади взрывчатку богатый должен быть что ж как говорится значит натягиваем пюшончик а вообще скрытность будь кидать хоть раз я кидал скрытность а не горит захожу внутрь лишь чуть погодил девушка все так же много людей обычно на столе лежит парочка ребер а также понятно как обычно их я просто слежу за всеми ну выжидаю там сажусь где-нибудь заказываю там условно воду кашу и сижу жду выжидаю может и кто-то пойдет может куда-то она уйдет здоровый 2 метра там огромные ручищи просто мускулистые до нельзя ясно любитель помастурбировать они о чем-то говорят недобро смотрят паялок недовольны выжидаю продолжаю ждать игнорирую я открываю дверь смотрю здравствуйте как вы меня нашли я определенно не ходила не расспрашивала о странном заболтанном человеке я сейчас занят мы кое-кого нашли думаю тебе стоит отломить я кодовую все ладно видите подводить подводить это уже был в одной или и штаб лежит собственно он и юноша очень бледно буквально только совсем немного его одежды самая простая штаны футболка остальные вещи пособие он сильно болен просто дверцветский бледный а также видно что очень тяжело с большим трудом дыш что с ним что я не уверена он это вампир и он чем-то болен при нем был священный символ и инструменты я могу предположить что он из ордимых охотников не знаю чем он был болен но что-то серьезное я кастую обнаружение болезни ядов сканирую его да собственно ну видишь если как болезни одна из которых да пошел я нахуй это болезнь которая действует ну суть которой действует только на нежность человеку она не причинить никакого вреда вот надо было мне укусить именно самого больного в лесу я вообще не прям нахуй его кусал я блядь мне что было сказать что он спидоса что тебя не кусал угу интересно вы пытались его и сколько сколько у него болезни ебать да как остальные как остальные три там уживаются одна из них это некие паразиты которые в тебе вущество летают вы пытались его исцелить да простое лечение не работает я не уверена что можно предпринять где я использовал все доступные силы и знания может быть у вас как идея если его даже святая сила не исцеляет у меня в руках практически оказался однажды шилосовский камень помог в этом случае я его упустила история потом расскажу что еще в комнате есть небольшой сосуд маленький столик на котором лежит ступки пестики милзурки всякие проглянуть набор травника типа алхимира глянь медицинских манипуляций я достаю здоровую склянку моего жидкого философского камня наполняя буквально маленький флакончик не делай мне еще более бессмертным чем есть философский в кавычках и камень я собственно философскую эту жижу опять надежно себе пакую я заодно и проверим что это заодно и проверим то правда ли она является тем чем я думаю и просто вливаю ему в глотку по капельке что ли затвердевает он начинает сворачиваться в одну большую каплю на такую слегка неровную густую медленную кидать на спасение жизни заодно посмотрим я до сих пор но я и наблюдаю за болезнями в его теле Первое, нет куков. То есть места для куков они пустые. Все плохо. Ты слышишь, что болезни остаются, но бутовые влияния, она просто освобивает. Ты знаешь, что они просто перестают в той же мере влиять на его организм. Кроссель, ты открываешь глаза и чувствуешь, наверное, у меня слабость, как будто бы от сильного голода. В толщине, на кого? Я что-то уж пожрал. У вас чувствуешь сильно усталость? Я просто благословительное описание. Усталость не дает. Короче, взиль такой, а-а-а-а, такой хватается за одну рукой за голову. где это не особо помогло ему он все так же болен для ним сейчас для него лучшим вариантом нет он так как у нас нет лекарств от этой болезни стоит просто окончить его страдания какой болезни кто вы такие клинок запретил в подвале что если дети чтобы он никуда не вышел я человек в любом случае нам нельзя чтобы он выбрался на чтобы он расхаживал среди людей и распространял заразу разве так спадивает спала и такой начинает медленно идти вокруг него да нет просто я жду андрей пока что говорит ну я сказал что взяли идет вокруг стола так спадает идет к стола вы отпустите меня не можем вы сильно больны и можете кого-то заразить тем самым приведя к началу эпидемии а нам этого не нужно какой эпидемии я не болен день я не могу заболеть я паладин там уже нежить что существует болезнь который может заразиться и нежить и у меня уже жива мецец несите фигню я просто потерял сознание вот года они просто потеряют это раз во вторых вы больны как ты подходит болезнь я не знаю я просто охотился и кровь а как оленя все и все это необычно может быть в олене было что-то необычное вроде бы нет но типичный большой олень но у него немножко шла пена изо рта я подумал что я мне мне бешенство не грозит сами понимаете в любом случае может дать ему еще больше пока пока в тебе хворь ты будешь сидеть здесь что вы такой что именно ты хочешь узнать задавая этот вопрос какое вы право иметь удерживать меня здесь мне нужны те у меня есть дела которые могут спасти ваш голод между прочим отвечу отвечу сразу на первый вопрос прав у меня никаких нет но у меня есть средства чтобы тебя здесь удержать хватит сил да я попросила не стоит начинать конфликт во первых вас нас двоем один во вторых давайте не будем начинать конфликт я считаю до пяти сайт одних из моего пути или мне придется уйти отсюда силой я прошу вас правда не нужно этого делать ну просто больше вам придется сделать вам больно пожалуйста начинайте конфликт в ситуации разве короче достает осколок кровавика выбухивает одну тебя ничего нет при себе смысле что это меняет меняет блять андрей ты можешь проследить за игрой я сказал что и рубашки ничего не слышал такого спасибо спасибо отдайте мне мои вещи ну вам не таки понравится здесь безопасно оружие и заспехи вам ничего самое опасное что здесь может быть это острые углы у каменных зданий не знаю почему это дело не обтисать постоянно люди бьются божественная блять божественное чувство ну блять кто это вообще нежить блять кто никто из этого после 2 химона на четко дайте понять есть ли вообще у тебя в миле блять какое-либо существо из обозначенного блять то есть кто кто ну не в миле там помнишься скуток да сейчас это абсолютно другой спойл это называется это во первых божественное чувство это перк паладина а то что а то что ты говоришь это обнаружение добра и злова нет я сказал божественное чувство блять да вы смотри андрей божественное чувство дает тебе понятие есть ли в миле от тебя какой миле блять вон я описание скинул чел 60 футов это стандартная паладинская хуйня маскируемся хорошо окей окей газель осматривается вокруг чем теле это похоже на обычная церковная келья видишь что собственно стоит обычный столик на нем лежат какие-то эти самые инструменты медицинские а также пробирки прочее лежит в металлическом подлоне все кровавленные инструменты хирургические ты понимаешь ощущаешь на теле что тебя кажется несколько раз зашивали и резали так же там лежит лучше поднос с едой да и в общем то все еда уже отсидела видимо не для тебя что ж ну в таком случае блять меня нет никаких заданий от градоуправительницы помощь вы говорите же вы же говорите что я больной именно именно поэтому он болен я не собираюсь брать его что же таком случае вылечить меня что ж если вы не можете вылечить меня тогда я пойду отдайте мне мои вещи что ж пожалуйста гляньте если вам нужно я принесу вам по 10 выпить сушили вопрос я еще чувствую ебучего скакуна я чувствую бля я приказываю ворваться на хуй скакуна это я чувствую как спустя пару секунд это я не знаю меньше костя ты случишь собственно шум в главных воротах слушаешь что за что это такое слушаешь как растворяются ворота храма и слышишь скорый ток от копыт в вашем направлении лошадь подтверждаю визуальный контакт с лошадью когда я просто пока достаю клинок я показываю ему долбануть этого пускай в прыжке я люблю но инициативу мы кидать не будем а сама нахуя если она меня уже ударила она это не был раз плохо просто по очереди друг друга и обним и по блядь она опасно на самом деле 3 ловкость вообще нулевая ну так это же по обычной лошади ну я знаю она мертва да она мертва ты просто отрываешь ей голову и она исчезает поскольку растворяется фигурно я считаю человек который держался за ее поводью просто падает он просто как бы прям падает Виктория просто подходит чтобы так ударился короче разель такой стоит а ты неплох это лошадь она врывалась в храм Виктория вы жили кто это сделал успокойтесь все нормально это небольшое недоразумение где лошадь ничего все хорошо за ту маневую разуму я попал какой-то на тебя на кого еще блядь окей я делал я делал я манал чувство что на пара инициативу кидать розельки инициативу что у него со статы адские мудры и вообще-то веста пить и поди пяти адские ебать про спас броски сразу скажу у полгина есть владение с подбросками мудрости и еще у меня 4 мод харизмы начну с этого и подожди сейчас а хотя у меня у меня сама плюс 9 хорошо я видишь что вам пир этот пытается нам навредить здесь действует он крайне враждебно лошадь то понятно что дух призванный я просто я просто собственно чирка и высекая сноб искры из лезвия своего клинка и кольцо и да и ты знаешь что это значит до смит напомним напоминает это клемящая клемящая и я бросаю с него чарджи убью два раза а секундочку секундочку подождите нам 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 это она не реакции хорошо и вот и урон от этой для щека сверху это получается 31 до 53 нормально не почувствовал 12 12 здесь виктория умудрится в разуме на собоих у меня вопрос я хоть что-то вижу вокруг входы куда-то там я не знаю вещи мои может быть есть выход из кельи и нам не только не почувствовал не явно с ним не чигаться в обычной дэнде паладин даже просто своей карой обычная он контрит все вот эти способности паладина на оригин на его превращение на превращение в черный дым мог я давно плодина не проверял у меня вопрос если снова приложу коньяку я смогу сразу запрыгнуть и смыться что это за 10 минут поискаку нак остается 10 на 100 ну 100 раундов я думаю ты можешь попытаться выставить проверить я понял димон который такой можно можно кастом до заглянин 10 минут в бою у тебя нет у тебя нет у тебя нет точно 10 минут наверное да фаундер есть все отобрали ну я хочу попытаться сбежать так дверь как бонусным действием использую мираж может еще не выводит описание тем самым если буду атаковать тебя я понял я буду бить я понял всю кровь проебал отход в сторону на выход да да хорошо в царе не стоит использовать это заклятие ты же можешь совсем убить так нельзя это незаконно тебя посадят джошу а постойте пожалуйста я приказываю вам остановиться я просто идите в смысле я случайно дабл клик сделал я случайно дабл клик сделал и дважды тупо 20 да ну ты сказал типа оба сделайте сприт андрей андрей сейчас секундочку пожалуйста а у нас защиты только союзников касается да не менее тебя тоже конечно а у вас защита и дай спас по виздам и ёпка уже указан спас уже указан бонус за харизму ёба в испытании мудрости по моменту нет по моему гай 4 игры назад погибался с тем что бы записать его блять себе в склад броски да он же указан андрей окей я у тебя есть второй мячик пусть и прошу нет суши нет у меня тройки нету а говорящий но на поиске лежит зачем В смысле, блядь, я смылся, нахуй, ты прикалываешь, что ли? Твоя скорость 30 футов. То есть еще неизвестно, сколько на те уровни усталости и болезни. Ну че, у нас карты нету, типа... Что, почему тут карта? Блядь, там коридор просто, блядь, комната и коридор впереди. Вышел в коридор, че. У вас одинаковая скорость сейчас. Ты что, смотри, смотри, не рывковал. Это не так, пизда, же, где-то такой, типа, блядь, я просто исчезаю. Так я, подожди, я не говорил, что я отход делаю. Я рывок делаю, конечно. Да я мог. Чему две, одна. Я мудрость кидаю, чтобы не бить с помехой. А, да, не дай, дай, дай. Блядь, как-то хуйня заебола без карты, пиздец. Я кидаю 22. В смысле, их двое стоят рядом, блядь. И... Я же говорю, они, блядь, оба стоят, чтобы они разговаривали, блядь, Антон, ты можешь следить, сука, за игрой, я не понимаю, блядь. Извини, Костя, что перебиваю. Я, собственно, да, урон кидаю, болящая кара, я сверху издаю первую ячейку божественную кара. Божественная кара плюс пылящая кара, я сразу объявил за первую ячейку, первую ячейку. 32. 19, 19 плюс 64, если там действует, это 73 урона еще сверху. Ну, он упал. Вот. И... Там ход пройдет, ну, я не знаю, как там, сейчас ход Андрея, потом... Ну, он его пропускается в ноль, он успел просто вращаться в туман. Ай. Все, меня тут нету, спасибо, блядь, за бой. И в бутылку свою. В смысле, блядь, в соседней комнате, ты не следишь за игрой, сука! Что? Ты не следишь за игрой, чувак! Седней комнате. Потому что я отдал свой филактей... Фу. Это ты мне, блядь, говоришь, что я не слежу за игрой, да? Охуенно! Это вообще-то был охуенно драматичный момент, блядь, лоровый и так далее. Мы там минут 10 разговаривали. Охуенно ты слушаешь. Да не, я к тому, что просто это максимально странно и неправильно. Ага. Это буквально облекает тебя на вгновенную смерть от любой хуйни. В смысле, блядь? Если ты за три часа не успеешь вернуться в свой филактей... Какой, блядь, филактей? Я автоматически перемещаюсь. Я не превращаюсь в туман. В этом и смысл киртоликов. Нет, блядь! Смысл киртоликов в том, что их... Что их гроб компактный. Им не нужно таскать с собой ни хуй, большую хуйню. Они могут буквально в кармане носить свой гроб. Блядь, они никуда не телепортируются нахуй, Андрей. Они как джинны. У них есть их лампа, вместо большого гроба. Типа, поэтому, типа, ну, их не бывает тяжелее убить, потому что... Типа, они могут сидеть в вазе, блядь, а не в большом гробу. И их нельзя убить, пока они спят. Такие вампиры в случае смерти не обретают физическую форму внутри убежища. Ну окей, значит, аюбанное ухо. Облако, чё сказать. Да, и ты, ёбанное облако сейчас. Собственно... Что вы наделали? Вы его убили. Господи. Или он ещё жив. Что делать, Джошу? И что, Виктория паникует. Туман уходит в окно, блядь. Сука. На улице день. А, блядь. На улице ещё не ночи, да. Под потолок всплывает, нахуй, тогда. Хорошо. Ты, под потолок, ты прищебаешься, смотришь. Господи, нам что-то надо делать, что-то делать. Он же... Он же погибнет, нас посадят. Вас! Я не била его. Я не виновата. Чё, шо, что делать? Чего вы взяли, что нас в чём-то обвинят? Он... Его нельзя просто так убивать. Он же гражданин. Человек, практически. Как... Скоро, что за хором. Он у нас напал. Пытался... Он наматал на нас. Использовать магию. Против нас. Мы не можем быть уверены, что это просто-то вредоносное. Он... В любом случае... В любом случае, трупа нет. И проблем тоже. Все эти хуена удерживали против воли такие, бля. У-у-у. Господин Жорш, ну как же? Мы даже не можем спросить у него, где его убежище. А-а-а-а-а-а... Знаете, возможно, прибыл в город с кем-то. Понятия не имею. Страшники просто сказали, что нашли лошадь, которая без вла... Человека без сознания. И притащили его ко мне, увидев, что... Возможно... У нас есть... Когда у нас еще есть? Сколько-то времени, чтобы, возможно, найти... Слушай, у меня... У меня вопрос. А-а-а... Я в состоянии тумана могу хоть что-то поднять? Нет. Ну, типа, я не могу в бочонок засосаться. А-а-а... В бочонок можешь, конечно. Но перемещать этот бочонок нет. Ты можешь просто, типа, внутри какой-то... Так, там есть воздушные шарики. Да, конечно, в этом помещении полно воздушных шариков. Сука. Тут же, блядь, детские утренники проводятся каждый день. Они людей, блядь, лечат. Хорошо. Хорошо, короче, Розель засасывается в свою маску. У них бутылки всякие. Если она, блядь, где-нибудь там... Куда? Маск там моя есть? Нет. Я же описывал. Костюм, что он видит в твои зубы. Вопрос, какой-нибудь сосуд, блядь, есть, не знаю. Да, там есть парочка бутылок. Какие-то... Самые. Может, какое-нибудь кольцо, блядь, не знаю. Кольцо можно посчитать за сосудом. Ну, хуй его знает, блядь. Я могу всосаться... Ну, ладно. В лампу могу всосаться, блядь. Ты засасываешься в один из сосудов. Сустричь, что. Девушка подвигается к этому сосуду. Так, хватает. Отлично. А он в бутылке. Отлично. Закупоривает бутылку. Теперь нам нужно найти его сосуд. Как? Что делать? У нас порядка пяти часов перед тем, как он умолёт. Слушай, я могу хоть какое-то давление оказывать на сосуд. Нет, ты буквально просто облачко. Подожди, я хочу немного прососаться через эту хуйню. И знаешь, такой, блядь, туманную стрелку нарисовать, я не знаю. Ну, окей, ты можешь твое тело немного преобразовать в подобие. Куда ты будешь прозвать, скажи? Я на... О, я нарисую образ, блядь, фу. О. Ты пытаешься при помощи своего туманного тела сделать в воздухе изображение фу. Ну, бутылки. А, окей, хорошо. Показывают. Что это такое? Лицо? Похоже на лицо. Вы знаете этого человека? К сожалению, да. Напоминает. Где он сейчас? Я без понятия. Пойдем поспрашиваем. Он последний раз был в одной таверне. Я не хочу быть убийцей. Невидного человека. Не жите, конечно, он фактически уже мерз. Но он все равно. Идем быстрее. Ну, пойдем. Я подзываю своего скакуна. Она, просто запрыгивает на твое, потому что всего призывать. Тебе 10 минут еще лишний. Просто бутылку кладется в рюкзак, чтобы он в солнече свет не попал бы, чтобы только в стеклянной прозрачной. Ты пытаешься спросить людей об... Я захожу в ту же таверну, где я был, спросил, где этот узкоглазый? Куда он пошел? А, по глазу человек? С усами? Да, и без волос на голове. Он вышел... Почти сразу как зашел. Да. Побоглил его наверху, а потом вышел куда-то. Он что-то, кажется, говорил про храм Лары. Себя под носом. Лары. Тогда мы идем туда. Вероника. Виктория, вообще-то. Ну, Виктория. Спешите, едете в храм Лары. Там баба говорит, что он убежал за девушкой-вампиром. Побежал буквально. Как ошпаренный. В сторону голубой молнии на юг. Прекрасно. Идем туда. Хорошо. Сеня. Что ты делаешь все это время, пока... Сеня не отвлекается. Он ушел или что-то чисто туда. Ушла просто. Ну, умер или что будет? Ну, кодистины. А давно ушел? Уместе, по-самбле. Похоже, ухуду, старшая сестройка задушула ему окончательно. Пошпомлен ему в личку. Кофе, не ебать, кто все не украл. Ну, что бы, как я ещё когда-то сестра с ним сидел, где сделать. Да, блять, конечно, свектое чудо. Я, что-то думал, что как раз и меня... в этом и смысл что они типа сразу перемещаются туда можно было дойти но у тебя в документе это было так написано что как будто она перекрывает типа то что описано в короче что она как будто он прикрывает вот этот вот дефолтный она а это по моему эта хуйня не не описано в самом кита лике то есть особенность киртолик она по счету у них буквально 3 4 после приспособности к солнцу быстрее восстанавливаться их нельзя убить во время того как они внутри софи в актере кроме как раз уж и в актере типа мы недавно там остановиться если обычно вампире можно просто пока он спит и нигде способен зарезать ну за кого там полома сильно просто убить сжечь с вами так не получится просто знаешь поцелуй как убить такого первого типа просто нахуй а в угол в поэтому я его и дал блять не бутылка ходишь поэтому это почему что тебя было проще убить нет чтобы на меня нахуй не кинули фаербол и щекунь хуйню чтобы он уничтожился вместе со мной потому что если он сдохнет без меня мне похуй я могу восстановить если он сдохнет со мной то я сдохну окончательно снегроб отдавать его куда-то там какой мы их воде ходить разделимся типа это такой ладно эх моя то что делает меня бессмертным уши уходит от меня я начал если ты нормально слышал по каких обстоятельствах его отдал это принципе нелогично отдавать кому-то типа не начал это логично и злора персонажа блять после того он схватил ёбаной безуми на ёбаной площадь хотите напомнить что он не знает что блять его никитос это блять отпиздил он после этого безумия он подумал что блять он не бонется и пусть лучше его жизнь нахуй подлежит кому-то блять адекватному кто сможет я счет нахуй меня прикончить понимаешь а понятно тел я я помню почему ты ему его отдал просто потому что он у него опять это неудисно с точки зрения что если ты умрешь при любых других обстоятельствах то ты умрешь навсегда ну типа что ты сможешь восстановиться если вдруг погибешь при любых других рандомных обстоятельствах ну чел в меня летит фаербол я дохну вместе с филактеи the end металлическая конструкция а не блять стеклянная что расплавится нахуй излучением щекань ебала ёбнет автоматически умираешь ну не знаю блять дракон меня поджать щекать хуйня ну короче все не души все хранить при себе где-нибудь там хотя бы потенном кармане дальней сумки да отлично что вы никита с его блять забрал ее использовал меня как это нахуй как марионетку заебись сделать не может и не же такой добрый внесение но мы с их персонал всего персонажа типа будет нормально закрешили с чем столько двуличный на или персонаж это полный пиздец на нем в этом буквально ни одного дня не прожил блять типа собственной личностью ночью заканчиваем вас так да получается до 7 походу просто слишком долго выбрал пиццу сестренкой блять и все доживался да типа я даже не понял на каком моменте пошел спать потому что он заказал пиццу блять сидел рекомендую странная ладно но он он типа есть на ролл 20 то есть интернет у него не вырубился я написал мужик я спамом уличку не в сети он тут же не видит ни хуя прочитает ну давайте еще подождем минут пять мишно просто без предупреждения о поисчет он однажды такой по не пришел когда утром говорил что придет а я из-за этого блять отменил шашлыки не сапога ли я о болт не Продолжение следует... 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 Продолжение следует...